И мы продолжаем с вами цикл уроков о местоимениях в английском языке. Тема сегодняшнего урока Possessed Adjectives and Possessed Pronouns. Притяжательное, прилагательное, притяжательное, местоимение. Вспоминаем. Притяжательное, прилагательное. My, his, her, it's, our, your, there. Нужно обратить внимание, что притяжательное местоимение образует свою форму от притяжательных прилагательных. Можно запутаться с названиями, но тем не менее. А my дает форму my, мою, his, дает форму his, тоже его, her форму hers, it's, нету формы Possessed Pronouns, притяжательного местоимения. Our, ours, your, yours, their, theirs. Обращаем внимание, что в основном мы добавляем букву s. Her, hers, our, ours, your, yours, their, theirs. Их. И что у нас получается? His, ну, одна и та же форма, то есть они не отличаются. Давайте разбирать более подробно, что и к чему. Итак, начнём с my и mine. Значит, my, моё и mine тоже моё. В чём отличие? В том, что когда мы употребляем my, моё, после него нужно говорить, что именно моё. Например, my car, my sister, my brother. То есть после него требуется какой-то предмет обладания, что моё. Если мы посмотрим на форму mine, то вот, например, предложение. This is mine. Это есть моё. Нам не обязательно употреблять, что именно моё. Эта форма в основном употребляется после is. И ещё обычно такое предложение употребляет, если перед ним уже понятно, о чём речь. Или из разговора, из контекста. Если вы говорите this is mine, то вашему собеседнику должно быть понятно, что моё. Вы либо указываете, ну, потому что this — это указательное местоимение. То есть вам нужно либо указывать на этот предмет или человека, либо же из предыдущего предложения должно быть понятно, что ваше. Или же можно построить по-другому. Можно сказать this car is mine. Эта машина есть моя. Ещё раз. My, моё. Именно нужно сказать, что моё. Существительное нужно. Если же mine, то либо говорим this is mine, либо this car is mine, либо this book, книга, is mine. Смотрим дальше. His, his. Одна одинаковая форма. Опять же таки, после his нужно, что именно его. His phone, his book, his chair, его стул. Либо же that is his, that phone is his. Либо в такой конструкции. Они одинаковые, здесь легче запоминать. Но мы помним, что если мы знаем my, his, her, то, чтобы построить форму притяжательного местомения, нужно просто добавить букву S. Вот о чём я говорю. У нас есть her, её, да. Вторая форма hers, тоже её. Но помним, это после her без буквы S. Нужно сказать, что именно её. Her house, her bag, её сумка. А если с буквой S, то that is hers. Это её. Мы указываем обязательно. Зать, это указательное местоимение. Мы должны указывать на что-то и говорить, что это её. Если мы указываем на дом, то мы говорим, показываем на этот дом и говорим that is hers. Ну, либо на любой другой предмет. Либо же констатируем that bag is hers. Здесь уже не нужно предмет, потому что мы вот здесь употребили, что именно неё. Дальше, it's. Мы говорили, что только одна форма. И получается. It's name is lucky. Это притяжательное прилагательное, поэтому после него нужно поставить существительное. It's name is lucky. Его зовут, ну, его имя, если дословно, lucky. Допустим, мы говорим, ну, какой-то док у собаки. А формы притяжательного местоимения нету, поэтому it's name is lucky. Следует также помнить, что вот эта форма it довольно-таки tricky. Вот, it может образовывать следующую форму. Он может сказать it's name, да, и звучит как it's, его имя. Вот ещё предложение. It's nice. Тоже, если мы видим it, апостроф с, это то же самое it is nice. Либо же можно увидеть it's a name. Другими словами, it has a name. В разговорах, в разговоре устно-речу очень часто сокращает, поэтому it's name, it's nice, it's a name. Да, как бы звучит одинаково, но разное значение, поэтому нужно догадываться из контекста, если говорим it's name, понятно его имя. It's nice, это it is nice. It's a name. Это может быть, кстати, либо it has a name, либо it is a name. Да, это есть имя, тут две формы. Дальше идём. Дальше идём. Our, ours. Например, our friends, our rooms, наши комнаты. После our обязательно нужно, что именно наши. Но также можно увидеть форму. They are ours. They are ours. Они наши. Из контекста должно быть понятно, что, точнее, кто именно ваш. It's ours. Это наши. Опять же таки, из контекста должно быть понятно. Дальше. You, либо yours. Sorry. Your, либо yours. Твоё. Что именно твоё? Your tea. Your cup. На твой чай, либо ваш чай. Твой, ваша чашка. После your, предмет какое-то, обладание, существительное. It's yours. Это твоё, либо ваше. Нужно, чтобы из контекста было понятно, что именно. This cup is yours. Эта чашка, твоя, ваша. И there, их форма следующая. There's. Буквочка S. Например, their children, их дети, their meal, их еда. После their, обязательно, что. Существительное. The children, their meal. Theirs. They are theirs. Они их. Из контекста, опять же таки, должно быть понятно, кто их. This meal is theirs. Также, возможно, такая форма. Еще раз возвращаемся в начало слайда. И проговорим еще раз. My, mine. His, his. Her, hers. Its. Our, ours. Your, yours. Their, theirs. Перевод одинаковый. My, mine. Мое. Это его, ее. Неодушевленное или животное. It's. Our, ours. Наши. Твое. Ваши. Их. Помним. Смотрим на первую колоночку. My, his, her, its, our, your, theirs. Обязательно после этих местоимений должно стоять существительное. Что мое? My, my book. His, brother. Her, brother. Its, name. Our, house. Your, children. Their, house. Если mine, his, hers. Our, yours. Theirs. Тогда они стоят, вот, например, в конструкции its, hers. Либо its, his. Its, ours. Its, yours. Its, theirs. Но обязательно должно быть понятно из контекста. Либо перед этим было предложение, которое объясняет, что именно ее. Или же понятно из контекста. В следующем уроке мы поговорим с вами об object pronouns, объектное местоимение, и подробно все рассмотрим. Thank you for watching. See you next time. Bye. Bye.